Здравствуйте, дорогие друзья! Слова нашей недельной главы «И да благословит вас Бог, как Он говорил вам». А мудрецы говорят, что здесь речь идет о чем? О молитве. А почему мы должны вообще молиться? Ведь Всевышний знает все наши помыслы, оно ему открыто полностью, ему известно все, чего нам не хватает, он сам знает, что надо делать. Почему мы все время обращаемся с молитвой? На этот вопрос отвечал большой праведник Раби Нахман из Бреслова. Он говорил, что речь человека, как все в мире построено на речи, речь – это инструмент, с помощью которого мы получаем благо. Намек на это содержится в нашей недельной главе, вот в этих словах «Дабыл и славит», как он говорил вам. Поэтому человеку важно научиться разговаривать с Богом, изливая душу в молитве и говоря, что ему не хватает о большом, о малом, о духовном, о материальном. Раби Нахман был уникальный человек, который объяснял нам, как беседу с Богом, как с другом, как с отцом, как с человеком. Ну, разговаривай с ним. Расскажи ему свое, открой ему сердце, расскажи, какие у тебя проблемы. И вот это вот, кроме такого сидура, который там рассказывает определенная молитва, вот это и есть молитва. Важно говорить с Творцом, написано словами, поскольку сердце следует больше за молитвой, которая произносится с целеустремленностью, с желанием, с кованой. Такая молитва, вот если мы разговариваем с Богом от души, написано, оставляет невероятный отпечаток на небесах и может быть принято. Почему может быть? Потому что, ну, это пути молитвы, мы не знаем его. Но вообще, каждая молитва на небе принимается и помогает. Если она не срабатывает в конкретной ситуации, то хранится написано в небесной сокровищнице до нужного момента. Если человек молится о больном и не получил ответа, его молитва непременно поможет другому больному, ему самому обязательно. Ну, как вот смотрите, Авраам молился о помиловании жителей с домом. Но их конец известен. Если бы мы жили в те времена, то, конечно, мы видели, что молитва была напрасной. Однако из десятков тысяч жителей этого города спасся Лот и две его дочери. А затем они совершили грех. Но мы живем сегодня и знаем продолжение всей этой истории. Да еще какую? Дочь Лота стала эрдоначальницей народа Моава, народа Руд, Моавитянки, прабабушки царя Давида. Сын царя Давида, царь Шлома и Машеев произойдет из этого города. Иногда мы молимся и молитва нам, кажется, остается безответной. Но чтобы мы знали, нужно подождать. Подождать может быть год, может быть день, может быть сотню лет. Неважно, может следующая жизнь. Ведь и после молитвы Авраама прошли сотни лет до рождения царя Давида. Надо помнить, говорят мудрецы, что произнесение слова это еще не молитва. Всевышний ждет вот сердце и чувства. Когда мы просто оттарабанили что-то, это не принимается. Часто в заслугу своих молитв человек получает силы справиться со всем, что с ним происходит. Это тоже такое милосердие большое Всевышнего. Известно на небе, что этому человеку предназначены такие-то и такие-то страдания. Поэтому ему дают силы пережить то, что он должен пережить для своего же блага. И это огромное милосердие, и оно облегчается молитвой. Есть правило, например, такой раби Ландер из Праки. Он однажды выступал перед молящимися накануне субботы раскаяния и сказал, он говорит, сказано, что молитва заменяет джентлоприношение. Получается, что молитва, произнесенная на автомате, это как туша животного, которую нельзя принести в жертву. Однако вот, когда ты приходишь в синагогу, возносишься вместе, то молитва десяти доходит быстрее. И это надо тоже понимать. Если ты хочешь, чтобы именно твоя молитва дошла, это должно быть либо лично очень близко, либо в Миньяне. Десять человек доходят молитву. Однажды к Рэбе Искотска пришел Ишиботник, учащийся Ишибы. И пожаловался Рэбе во время молитвы. Мне в голову приходят посторонние мысли, они отвлекают меня. Рэбе удивился, говорит, как посторонние? Это твои собственные мысли. Не могут тебе прийти посторонние? Знаете, вот один Левицкий, как Лизбертичев, однажды после молитвы подошел к одному прихожанину, местному купцу, пожаловал руку и говорит, добро пожаловать с возвращением. Он говорит, Рэбе, но я никуда не уезжал. А Левицкий улыбнулся и говорит, во время молитвы ваши мысли были тут-тут-то там. Вы успели побывать на ярмарке в Варшаве, затем у друзей в Кракове. А там, где витают мысли человека, там находится и сам человек. Поэтому я решил вас поздравить с благополучным возвращением к нам в синагогу. Мудрецы подчеркивают, что молитва является необходимым условием получения блага этого мира. Как бы лицензией на право пользования этим благом. Молитву можно назвать своего рода духовной пищей для божественной души человека. И написано одно из самых главных, если не главное назначение молитвы – подкормка души. Надо ее кормить, иначе она голодная. Успешные молитвы сопутствуют приток духовной энергии. И одно самое важное. Когда человек молится, а сам не верит в то, что молитва будет успешной, молитва эффективно пить не может. Вот это мы должны понимать. Надо молиться с уверенностью, что он нас слышит и сделает так, как мы. Мы просим. Брахавы от слаха. Если это, конечно, нам не идет в ущерб. Брахавы от слаха. Мы просим. Кровертянку. Мы просим. Иллин. Продолжение следует...